Добрый день, давайте начнем. Ну, вообще, на самом-то деле, тема мутации в гении GFR, о них тяжело было не слышать, потому что все-таки это одно из самых главных событий прошедшего десятилетия в онкологии, обнаружение, достаточно случайное обнаружение мутации в гении GFR. Поэтому, честно говоря, когда задумывался интерактивный вопрос, мы, по крайней мере, ожидаем, что довольно большое количество будет ответов соответствующих истине уже в начале этого мероприятия. Но так или иначе, сейчас розданы пульсы, интерактивный опрос. Посмотрите, вот у вас сформулирован вопрос, и дальше есть варианты ответов. На пульсе надо нажать соответствующую клавишу, они буквами помечены, да? Они помечены буквами. Соответственно, нажимать надо после команды «Старт», и на ответ дается 30 секунд. Итак, при каком гистологическом типе рака легкого рекомендуется отправлять биологический материал на генетический анализ? Не мелкоклеточный рак легкого, аденокарцинома, плоскоклеточный рак легкого, не плоскоклеточный рак легкого, мелкоклеточный рак легкого. Итак, отсчет пошел, начали. Старт. У нас 25 секунд остается. Смотрите, у вас есть статистика ответов? Сейчас, ну как раз, есть кто ответил. Мы увидим на экране. Да, а потом увидим на экране, когда стоп нажмем. Ну давайте все-таки давать полные 30 секунд, потому что ничего страшного, у нас не так много вопросов. А это дает возможность подумать. Давайте посмотрим, что получилось. У нас есть мнение, что при ней мелкоклеточным доминируют, и есть мнение, что аденокарцинома, все остальные варианты, они представлены минимальными. Давайте, следующий тогда вопрос. Следующий вопрос. Какой биологический материал необходим для генетического тестирования рака легкого на предмет выборной таргетной терапии? Опухолевая ткань, кровь? Всего два вопроса. Ну я думаю, здесь-то мы в 15 секунд уложимся, когда только два. Давайте мы постараемся покороче. Начали, ага. Ну давайте уже посмотрим, что у нас получилось. Опухолевая ткань доминирует у нас, и примерно четверть присутствующих считают, что надо кровь отправлять. Следующий слайд, пожалуйста. Какая мутация в гене ИГФР ассоциирована с наибольшей чувствительностью ингибиторов и ИГФР-ингибиторов? Делеция в 19-м экзоне, замена в 858-м кадоне, это 21-й экзон, и мутация Т790М. Начали. Ну нет, подождите, мы же все-таки договорились, что 30 секунд, давайте мы не будем нарушать, чтобы люди могли подумать. Итак, у нас 63% считают, что это Делеция в 19-м экзоне, еще 30% это 858-й кадон, и примерно 5% присутствующих, ну это, наверное, примерно пару человек, если переводить в количество голосующих, считают, что Т790М. Давайте следующий слайд. Какие таргетные препараты с мутацией ГФР зарегистрированы в Российской Федерации? Так, а я так понимаю, несколько кнопок тоже можно нажимать, да? Нет, давайте следующий слайд, давайте следующий слайд, чтобы не пустя не было. Выберите список препаратов, обратящихся к необратимым ингибиторам тирозинкиназа и ГФР. У нас три препарата, афотениб, арлатениб, гефотениб, какой из них необратимый? Да, ну давайте, стоп, все проголосовали. Значит, у нас примерно поровну разделились голоса между афотенибом и арлатенибом, и половина голосов взял гефотениб. Давайте следующий вопрос. Какая мутация в рецепторе эпидермального фактора роста ассоциирована со значительным, более чем на один год, увеличением продолжительности жизни пациентов при палеотивном лечении, в случае, разумеется, если применяются ингибиторы тирозинкиназа? Это у нас мутация в делеция нуклеотидов в 19-м экзоне и замена в 21-м экзоне в позиции 858. 68% считают, что первая мутация предпочтительнее и 31% вторая. Продолжение следует...